АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь можно было не только посмотреть, но и самому попробовать, к примеру, спрясть пряжу или намолоть муки. Во-первых, что это? Первый вопрос. Потому что вот лежит камень, вроде бы ничего из себя не представляющий. Второе, как? Вера теперь точно знает ответ на этот вопрос. Она пришла в музей с родителями. Семья Костиковых приехала в Анапу из Рязани. Мимо площадки пройти не смогли. Осваивали древнее ремесло всей семьей. Лучше всех получилось у дочки. Вот так как бы тянешь и получается мука. Ты раньше знал, что их муку делали? Нет. В этот раз музейным работникам помогали волонтеры. Некоммерческая организация «Серебряный возраст» известна своим участием в спортивных мероприятиях. Теперь они освоили и культурное пространство. У нас был инструктаж. И на протяжении двух недель у нас проводили с нами инструктаж, экскурсию. Сотрудники музея рассказали, как все это будет. И мы пришли подготовленные со знанием дела. Самым зрелищным мероприятием этой ночи стали гладиаторские бои. Театрализованное шоу постарались сделать не только ярким по форме, но и правдивым по содержанию. Режиссер по основной профессии – культуролог. Костюмы и оружие делали, сверяясь с историческими документами. Но актеров подбирал уже, основываясь на своем понимании основных качеств гладиатора. Умение работать. Самое главное – работать. Работа и выносливость. Основные качества. И немного артистизма. Ночь музеев закончена, а в археологическом музее уже начали готовиться к следующим мероприятиям. Большая культурная программа ждет гостей и жителей Анапы в день открытия сезона. Не менее зрелищными должны стать Ночь кино. Традиционно она пройдет в последнюю неделю августа. И Ночь искусств, которая состоится в ноябре.